Это Васильевич Сергеев, представитель сайта Аккор Кубани. Я думаю, он прокомментирует отдельные реплики и подведет итоги. Во-первых, спасибо нашим основным организаторам, их идеей. Она подхвачена нами здесь, ибо уже мы третье это проводим. И я думаю, мы будем только по возрастающей идти в мероприятия. Я думаю, что Николай Артемович уже одобрил, чтобы у него мы встречались. Еще нет, не настаивайте. Пусть думает. Вы приезжали, вы приезжали к нам в вас. Ну я один был. Как Василий Григорьевич себя вчера некомфортно ощущал, что среди никого не было из фермеров. Сегодня он себя чувствует здесь, в этом сообществе, более комфортно. Итак, уважаемые коллеги, вопрос развития животноводства в крестьянско-фермерских хозяйств уже предопределен. Есть у нас те маяки, которые нас ведут сегодня. Это и Юрий Васильевич, и Василий Григорьевич, Федор Николаевич, Николай Артемович и другие вот, и мелкие крестьянско-фермерские хозяйства. Наша задача, вот Акора, как миссия основная, представлять и защищать интересы фермерства и создавать более комфортные условия для развития того бизнеса, который Вы выбрали по жизни, так скажем. И с этого пути уже не свернете. Действительно, вопросы, связанные с земельными отношениями, они очень-очень, ну сказать, серьезные. К тому же, вот, когда формировалось земельное законодательство, к сожалению, оно проходило мимо вот нашего федерального аккорда. Создавали тех, кто был в Государственной Думе, вот, для того, чтобы упрощать индивиду. А для малого бизнеса оно сегодня это не подходит. Поэтому вопросы, связанные с тем, что нужно создавать приоритеты уже здесь, так скажем, в регионе в нашем, мы этим будем заниматься. И действительно, вот и предложение Василия Григорьевича по 10-ти процентной ставке на выкуп земельных участков, да, собственность это стабильность работы и можно планировать различные перспективные планы и их потом реализовывать. Вопросы, связанные с государственной поддержкой, они тоже сегодня несовершенны. Мы иногда сегодня добиваемся этих видов государственной поддержки, но в то же время порядки их предоставления ставят нам определенные барьеры. 20 копеек текущей задолженности, которую Вы проморгали перед тем, как сдаете документы, вот, они Вас выбивают из этой очереди. А поскольку получение средств государственной поддержки это состязательное соревнование, да, пока Вы восстановите все это, Вы уже деньги и закончились. Вот этими вопросами мы сегодня занимаемся. Ну, я думаю, что нам нужно идти по пути того, что, я понимаю, что 60 на 40 это хорошо, но 70 на 30 было бы еще лучше. Вот, эту задачу мы ставим перед собой, и у нас в этом году российское фермерство и кубанское фермерство, ну, проходит 30-летний период. Это определенная веха. Сегодня мы в растеневодстве доминируем. У нас показатели выше, чем даже в лучших, там, скажем, бригадах или отделениях, в агрохолдингах. Наши люди идут всегда, вот, ну, мы это видим на праздниках урожая. Это определенные, вот, условия. Действительно, приоритетность, она будет нужна, это будет любой человек. Сегодня, как сказал Юрий Васильевич, он себя чувствует в привязанном состоянии к ферме. Вот, Василий Юрьевич, у него немножко уже беспривязное содержание. Но все равно он ни на море не ездит, никуда не успевает поехать. Вот. Наша задача создать более комфортные условия для вас, и мы будем этим заниматься. А вот, просьба от вас. Если есть какие-то проблемы, они вы чувствуете, вот, если их решите сдвинуть, это даст определенный толщок. Мы с радостью будем принимать, накапливать и находить пути реализации. В Государственной Думе, мы здесь, в Краснодарском крае, у нас есть наше представительство, в прокуратуре края, там, где несправедливые к вам, надзорные органы. Мы можем поставить этот вопрос и разрулить эту ситуацию. То есть горячая голова, на 90 дней остановить бизнес. Что это такое? Это трагедия. Вот. Поэтому мы будем вычищать вот эти административные барьеры. Есть сегодня и в Россельхознадзоре наша представительство. Я вот являюсь еще членом общественной палаты Краснодарского края. Это тоже органы, площадка, где мы можем сегодня отстаивать с вами интересы. Надо больше проявлять инициативы, направлять ее в районных организациях фермерского самоуправления. Они к нам, а мы уже и на федеральный уровень будем. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо, что вы, я думаю, что мы вместе собрались здесь. Это всегда, когда готовимся к этому мероприятию, есть определенное волнение, тревоги, а будет, интересно ли будет. Сегодня мы увидели, что есть интерес к этому. И это, такие мероприятия мы будем проводить и дальше. Ну, что я хотел бы сейчас пожелать, уважаемые коллеги. Мы вот 19-20 февраля поедем на наш федеральный съезд, где поставим вопросы по земельным отношениям, вопросы по развитию кооперации, вопросы, связанные с государственной поддержкой. Ну, и, естественно, вопросы развития животноводства, они должны звучать более весомые, более определенные. Для того, чтобы вам легче, комфортно работать. Вы могли съездить и на Канары, и в Испанию, ну, и даже в Крым. Вот, поэтому я хотел бы так сказать, будьте активными, и эта активность всегда будет реализована в наших общих целях. Спасибо за внимание. Спасибо.